У многих здоровый образ жизни ассоциируется со строгим распорядком дня и запретами, которые обычному человеку не под силу преодолеть. Придется отказаться от любимых блюд, привычного режима, разом лишиться стольких радостей. На самом деле, все намного проще и интереснее. Приобретенным опытом уже через пару минут с нами поделится героиня следующего видеоматериала Нина Эк. В свои 75 она показывает возраст, активному образу жизни не помеха. Она регулярно ходит в тренажерный зал, выполняет различные физические упражнения и даже устанавливает рекорды. Нина Эк выполняет упражнения жим ногами. На тренажере установлен вес в 2 центнера. Женщина повторяет действия 10 раз. Говорит, хочет продемонстрировать всем любые трудности по плечу, если есть, к чему стремиться. Ориентиры в ее случае – это здоровье и хорошая физическая форма. Необычным человеком она себя при этом не ощущает. Я занимаюсь раза три в неделю. Два-три раза мы ходим с сыном. По три часа в основном. Занимаюсь почти на всех тренажерах. А уже подъем высоких показателей, больших весов, у меня получается уже потребность какая-то. Спортсменка выполняет целый комплекс упражнений. Подтягивается, качает пресс, занимается с гантелями. Во всем ей помогает сын Олег – массажист с 25-летним стажем. А кроме этого – инициатор занятий спортом Нины Эк. Именно он предложил матери прийти в тренажерный зал и попробовать свои силы. А начиналось все с вынужденных физических нагрузок. Пять лет назад у меня был жив мой папа, царство ему небесное. Он был очень больной. У него не было ноги, он был парализованный. А весил он немало. И мама, когда его приподнимала сама, она у меня такая, что все сама любит делать. Она все время срывала себе спину. Я ее пригласил к себе. Ну, много лет хожу в тренажерный зал. Я ее пригласил к себе в тренажерный зал. Поначалу женщина отказывалась ходить в тренажерный зал. Чувствовала себя некомфортно рядом с мужчинами, которые выполняют целовые упражнения. Но сын убедил ее в том, что спорт полезен в любом возрасте. Я считаю, что грамотные нагрузки на организм, на кость, давление вызывает укрепление костей. У нее был случай, когда она один раз очень сильно упала, ударилась бедром. То есть, в принципе, другой любой пожилой человек бы сломал бошевику бедра. А мама, кажется, синяком и отделывалась. Здоровый образ жизни физическими нагрузками не ограничивается. Спортсмены регулярно купаются в море не только летом, но и зимой. Нина Эк не болеет простудными заболеваниями уже три года. У нее нет никаких проблем с давлением, а в пище ограничений для себя не делает. Я посоветую не сидеть дома на печи, а заниматься, ходить по улице, морем дышать. Потому что это столько здоровья приносит занятия спортом. Вы даже себе не представляете. Регулярные занятия в тренажерном зале Нина Эк намерена продолжать. Женщина чувствует в себе силы, к тому же без физических нагрузок уже не может обойтись. Святослав Данилов, Вадим Ермельянский, Наталья Бабкевич, информационный канал Севастополя. В студии информационного канала Севастополя Нина Эк и ее сын Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Нина Николаевна, долго Олег вас уговаривал попробовать силы в тренажерном зале? Долго уговаривал. Я все не соглашалась. Но потом он привел меня, и мне понравилось. Особенно вот сжим тяжести. Как на самом деле было Олег? На самом деле было не совсем даже так, потому что сначала она все-таки у меня проходила год на йогу. Так получилось, что я подумал, что хочется иметь здоровую маму. Особенно, когда человек уже пожилой. Ну, как бы, любая мама должна быть здоровой. Я думаю, надо действовать. А у меня как раз получилось, что знакомая ходила на йогу, к очень известному, значит, у нас спортсмену по йоге, да. И я ее как-то туда подсунул. И она пошла, год ходила, а потом-то этот человек, к сожалению, умер, да. И она так вроде осталась как бы неуделой. А так получилось, как я уже рассказывал с папой, да. Проблема, она постоянно себе срывала спину. И я думаю, надо ее отвезти в тренажерный зал. Она очень сначала не хотела. Она говорила, вот так, куда я пойду, там одни потные мужики, что я там буду делать. Я пожилой человек, я бабушка, да. Ну, как-то вот убедил, пришла, заплатил. Главное, заплатила. Говорю, все, раз заплатил, будешь ходить у меня. Ну, пошла, нормально, все. Ну, ладно, а раньше спортом занимались, как-то были связаны с этим направлением? Нет, спортом я занималась только в школе. В школе и единственное, на производстве я вела 15-минутную упражнение, гимнастику. Как раньше было заведено в Советском Союзе. Вот такое, каждый час 15 минут обязательно. А кем работали? Я работала на такси, 17 лет почти проработала. Народным заседателем была в суде. Многих защитила, конечно. Что еще? Я была... Всегда были активной. Да, я вела очень... Я удивляюсь, как я успевала. Двое детей, у меня еще дочь, 42 года сейчас ей. Сейчас уже внучка и правнук, год и семь. Так что всю жизнь мне приходилось работать, работать, работать. Но у вас действительно достаточно такие вот серьезные нагрузки в тренажерном зале? Это уже потребность. Потребность. Сначала было понемножку, по 20. Сначала он положил 40 килограмм. Потом он говорит, мам, попробуй еще. Еще 80 потом. Потом 100, 120, 160. Знаете, я сразу скажу, когда 100 было, это был такой конфликт у меня. Как это ты можешь маме 100 килограмм, ты что-то убьешь. Ну, как-то вот убедил, что, в общем-то, если оно постепенно, если оно добавляешь нагрузочку, то, в общем-то, и хорошо. И она почувствовала, что после нагрузки она чувствует себя хорошо. Она стала молодеть. У нее стала мышца меняться. И с провисшей кожи, с провисших мышц она стала ходить по-другому. Она стала ходить как гимнастка. А что для вас допингом является? Здоровье. Только здоровье. Здоровый образ жизни. И очень мы любим ходить на фиолет, на 800 ступенек. Внизу спускаемся, купаемся зимой. И потом поднимаемся и идем в монастырь, в церковь. То есть в вашу оздоровительную программу входят занятия в тренажерном зале регулярные. Кроме того, вылазки в горы, насколько мне известно, зимнее плавание. А вот ваши любимые места в крымских горах? Олежка, расскажи. Ну, у нас мы не особо там разнообразим. Знаете как, подъехали, увидели гору, думали, давай-ка залезем туда. Как? Самое интересное часто случается, заходишь, подходишь, залезешь, через такие кручины лезешь, через такие камни, через какие-то. И вдруг выясняется, что в 50 метрах от тебя дорога туда идет. Ну, мы как, как нам везет, мы все время идем по каким-то особым крутым экстрим. На месте никогда не сидите. Ну, стараемся не сидеть. Вот вы знаете, наиболее частая отговорка, мне уже поздно заниматься спортом, вообще вести здоровый образ жизни. Причем это говорят люди в 50, в 40, в 30 и даже в 25, и может быть даже раньше бывает по-разному. Все-таки как себя заставить и приобщиться к сторонникам здорового образа жизни? Ну, как минимум нужно захотеть. То есть, когда человек захотел, он уже сделал пол дела. Потом нужно разработать какую-то минимальную программу. Не надо сразу хватать что-то, не надо за все бежать туда-туда-туда. Надо с чего-то мелкого начать. Надо сказать, сначала я буду приседать 5 раз, например, утречком, 5 раз вечером. Как только вы приучите себя, потом можно сказать, 10 раз я присяду. Может быть, я где-то отожмусь, если это мужчина, или женщина от подоконника может. То есть, постепенно вы должны заставлять свои мышцы начинать работать. Как только начинается регулярная нагрузка на мышцы, особенно те, которые у нас в жизни не работают, в быту не работают, мы часто сидим, лежим, а мышцы не работают, и потому организм очень быстро стареет. Как только начинается работа мышц, сокращение мышц, а я вам как, можно сказать, старый медик говорю, что очень важно эти сокращения регулярными сделать, и тогда вы почувствуете себя абсолютно здоровым. И начнет прибавляться нагрузка. Будет 10 раз, 15 раз, 20 раз, и пошло, пошло, пошло. Сразу добавлю, что я увлекся вот этой системой упражнений после того, как в свое время почитал, у нас был известный кардиохирург Амосов. И вот он очень хорошо описывал, вот он вставал, у него несколько сот приседаний, несколько сот движений какими-то суставами он делал для того, чтобы завести свой организм с утра. Ну и желательно вечером тоже разгрузиться после какой-то нагрузки. Нина Николаевна, правда за спиной крылья вырастают? Да, мы особенно, мы же там, это самое, когда занимаемся, у нас очень легко. И еще легкость появляется, когда мы в горы, особенно когда снег. Когда снег, мы купаемся в снегу, просто раздеваемся во дворе прямо, идем, все смотрят на нас, ну мы такие вот... Это так редко бывает, хоть в холодильник зарезали. Олег, вот у пожилых людей часто они жалуются на суставы ног, на поясницу, на спину. Вот что можно устранить с помощью, если заниматься спортом? Ну вообще суставы очень хорошо начинают восстанавливаться, не лечиться, лечиться это лекарство лечит. А восстанавливаться, то есть сам организм начинает восстанавливать суставы только тогда, когда идет элементарное пассивное движение этого сустава. То есть если человек начинает крутить каждый день велосипед, а лучше велотренажер без нагрузки, тогда это будет большее количество движений. Соответственно, все мышцы, которые прикрепляются рядом к суставу, все связки, все начинает работать, улучшается кровообращение, перестает разрушаться хрящ, и человек начинает чувствовать, что ему хорошо. То есть пассивное движение по движению сустава, по его амплитуде. Если это плечи, обязательно надо крутить несколько десятков, а то и несколько сот раз в день. Круговые движения плечами надо обязательно делать каждый день, тогда будут восстанавливаться плечи. Если это колени, я говорю, уже велотренажер, это идеальная вещь. Так что движение, это наша жизнь, это реально, настоящая, это вот пример моя мама. И воздух, и воздух. Движение в воздух, само собой воздух, море, окунание в море. Мы не сторонники, честно говоря, это мое личное субъективное мнение, моржевание, долгого нахождения в холодной воде. Это нужно очень сильно привыкать, это долго потом. К сожалению, летом у нас нету холодной воды, опасность опять отвыкания. А окунание, это как вот на крещение люди приходят, окунулись, и никогда никто не заболевает. Вера верой, а недолгое окунание, это недолгое окунание. Организм начинает выздороваться. Мы пробываем по 10 метров туда, 10 метров обратно. Но мне же еще известно, что вы на диетах не сидите. Нет. А с лекарствами дружите, нет? Потребляете? Лекарств я тоже не принимаю. У меня раньше были сильные головные боли, сильнейшие. И благодаря спорту, что вот мы ходим в горы на 800 ступенек, и благодаря этому у меня прекратились головные боли. Уже три года я не страдаю мигренью. Мигренью страдала с молоду. Вот так вот. Мы любим воздух. Мы даже как-то день рождения было Олегу, мы вдвоем забрались на большую гору напротив Фороса, на высокую. По каким-то, я не знаю, дебрям. И залезли вдвоем там, сидели, отмечали этот день рождения. Олег, мне известно, что когда у нас проходил чемпионат мира, стронгмен, вы тоже по своей роду деятельности там присутствовали, поделились с нами впечатлением. Да, ну я по профессии массажиста, и меня как бы попросили, в общем-то, помочь нашей украинской команде тогда. И мне повезло познакомиться с очень интересными людьми. Василий Веростюк, мне просто понравился. Невероятно позитивно огромные люди. Они очень спокойные, они очень все такие доброжелательные. И невероятно большие. Я, в общем-то, казался себе не маленький, да, но по сравнению с ним я там такой малышонок бегал, что... И вот я им всем делал массаж. И вы знаете, что мне тогда поразило, что у них, как ни странно, вообще сравнительно здоровые позвоночники. Казалось бы, почему? Почему? Вроде бы люди поднимают огромные веса, но вы понимаете, они, когда поднимают веса, они хорошо кушают. Вот любой тяжелоатлет, он, как говорится, потягал и сел и покушал хорошо. А вот, к сожалению, ко мне попадают люди, которые занимаются, например, танцами, балетом, да, вот. Вот такие вот художественные гимнастики. Казалось бы, ну, позитивно, подвижность, все. Но они ведь, понимаете, постоянно сидят на каких-то ограничениях. То есть они дают огромные нагрузки в течение дня, тренировки. У нас остается буквально минута. Вы дайте парочку простых советов, которые каждый сможет использовать в жизни. Ну, во-первых, надо позитивно мыслить. То есть если думаешь о чем-то хорошем, то будет хорошо. Я сам, конечно, к сожалению, может быть, к радости, я очень увлекаюсь политикой. Но я себя иногда переламываю, выхожу на природу, забываю про все, и пошли с мамой гулять. И все. Да. Нина Николаевна, больше пожеланий. Желаю всем всего хорошего. Главное, здоровья. И не бойтесь заниматься в любом возрасте. И всегда будете здоровы. Счастливо. Благодарю вас за участие в программе. Продолжайте следить за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»